всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду попался мне недавно на глаза рецептик даже фотография готового блюда одного немецкого автора такой знаете ли немецкий набор вкусов такой сэндвич с квашеной капустой с белыми немецкими колбасками с сыриком почему-то решил надо попробовать такое интересное вкусовое сочетание значит время крутить колбаски набивать я буду в натуральную баранью череву отъем колбаски кстати вот это вот категория extra давно лежит у меня пакет в холодильнике ваша емкость у этой черевые где-то 300 400 граммов на 1 метр я уже отмерил нужное количество пролил прохладной водой изнутри оставил вымачиваться так что займусь фаршем свиную лопатку надо нарезать полосками для мясорубки она мне досталась зачищен уже жирком в хорошей колбасе жир должно быть не меньше 30 процентов поэтому купил еще и сало кусок это не соленая конечно его тоже надо нарезать брусками а теперь тщательно измельчить сначала в мясорубке на самой мелкой решетке у меня 2,5 миллиметра затем вот в такой вот штуки поехали надо добавить соль и фосфаты соль обычная поваренная нитритная в данном рецепте не нужна потому что колбаски предназначены для варки либо для жарки на скварде в духовке варка я имею в кипятке фосфаты пищевые точно такие же какие производители кладут в плавленый сыр например только в плавленом сыре их 8 раз больше чем в этих колбасках хорошенько перемешать фосфаты нужны вообще для повышения влагоудерживающей способности фарша короче чтобы сочнее были вот эти колбаски и вот теперь по частям разобью этот фарш в эмульсию по частям потому что в этой чаши за один раз больше полукилограмма не измельчить и сразу же надо добавлять ледяную воду или лучше даже полутый лед очень важно следить за температурой от момента начала нарезки сырья на фарш она не должна превысить 12 градусов смотрите какая супер и таким макаром перерабатываю весь фарш пряности осталось добавить самая главная пряность в этих колбасках конечно же лимонная цедра кстати я вам раньше не говорил вот это вот терка микроплейновская они еще из штатов товарищ прислал из штатов обалденная просто очень мелкая очень острая натирает просто супер поищите такую на его я тоже поищу может быть вам смогу дать ссылку выбирайте самыми мелкими вот этими зубчиками трет чеснок в пыль растирает цедру лимонную там орех мускатный труб просто супер вот от души рекомендую только куда потом лимон одевать без шкурки высохнуть же да ну можно к примеру лимонный курт приготовить я вот в этом ролике показывал ссылку тоже размещу в описании там и курт и тортик из него как мировая штука получается цедру к эмульсии пряности сюда же может стать готовую смесь для таких колбасок в магазине ем колбаски купить тогда и лимон обдирать не понадобится эмульсия готова все можно набивать пока установлю свой колбасный шприц до температура все еще не должна повышаться больше 12 градусов если растет если нагревается ваша эмульсия отправляйте в холодильник готова начинаю процесс набивать я планирую как вы видите с помощью вот этого китайского агрегата обзор этого колбасного шприца на канале был ссылочку в описании оставлю на алиэкспрессе таких шприцов полно на любой вкус и объем колбы а я займусь гренками яйцо разболтать с молоком и щепоткой соли и хлеб уже можно положить вымачиваться чтобы гренки не припали к дну и масло не горело бумагу нам подготовить каплю масла вниз сюда бумагу на сверху сливочная на нем гренки вкуснее и пора уже кстати хлебушек перевернуть а сюда колбаски же положить пусть обжариваются масло растопилось можно жарить гренки колбаски не обязательно готовности жарить нужно только слегка слегка подрумянить до конец они будут в духовке доходить а гренки уже почти готовы кстати духовку уже можно разогревать верхний и нижний нагрев 190 200 градусов так гренки готовы немцы известны любители колбасок часто трескают их с кислой капустой так что сочетание для них понятная капуста колбаски вот разве что сыр на мой взгляд выбивается из общего ряда но с другой стороны фотка сэндвича была от немца а кто и такое чтобы диктовать немцам свои вкусы не сверху накрыть второй гренкой и вот этот сэндвич в духовку минут на десять не больше так чтобы сыр расплавился колбаски дошли до кондиции примут интересно попробовать это вкусовое сочетание сыр на колбас на капуст на греночная штука огромный да очень интересно сочетание капуста и здесь немного но присутствует она дает такую яркую кислинку и сочетание вот этой кислинки с вкусом классных колбасок с ароматом лимонной цедры ну вы все пробовали белой колбаски знаете что это такое классных колбасок сочных с ароматом лимонной цедры и вкусом гренки поджаристых хрустящих это здорово и сыр как мне кажется слегка сглаживает вот эту вот кислоту капусты очень интересное сочетание сушки ну респект че уважуха тому безвестному немцы к сожалению не запомнил как его звали . понравилось просто как он сделал показал ну парень девчонки готовьте такую штуку приготовьте будете рады до колбасок можно сразу сделать побольше но для того чтобы их потом обжаривать их нужно при терем температуре не 65-70 градусов отварить две-три минутки а потом хранить в холодильнике но опять же недолго потому что без нитритной соли без доведения до готовности за две-три минуты они не дойдут до 70 внутри сочность сохранится они вас долго не вылежат ну двое-трое суток максимум холодильнике на самом деле сколько бы вы не приготовили как бы их не сделали дуфу трое суток нисколько вас колбасок не вылежит вы их съедите раньше они очень вкусные классные короче готовьте такую штуку может быть поменьше размера потому что такую здоровую есть не очень удобно но это классно огромное спасибо за компанию ваше здоровье за лайки за дизлайки за репосты всем пока а и Субтитры подогнал «Симон»